Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня я хочу вам рассказать, что же всё-таки такое СЛС. Я уверена, каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал эту странную, немного пугающую аббревиатуру. Но, к сожалению, немногие из нас пытались в этом вопросе разобраться поглубже. Но всё же некоторые, может быть кто-то слышал, может быть кто-то сроков химии помнит, знают, что СЛС или лаурилсульфат натрия это пенообразователь. Итак, этот самый пенообразователь имеет свойство проникать в наш организм и вызывать ряд серьёзных заболеваний. К сожалению, далеко не всех людей интересует эта теоретическая возможность когда-то чем-то заболеть. Но возьмём в пример волосы. Наверняка многие из вас задавались вопросом, почему чем чаще моешь голову, тем жирнее становятся волосы. А причиной этого и является лаурилсульфат натрия, являясь сильнейшим обезжиривающим компонентом. Он удаляет естественную защитную кожную оболочку, которая необходима для нормального функционирования кожных желез. Это становится своеобразным стрессом для кожи головы, и она, защищаясь, начинает ещё больше вырабатывать кожное сало. На всю же остальную длину волос СЛС производит противоположный эффект. Такое агрессивное очищение приводит к тому, что волосы становятся более ломкими и сухими. А производители таких шампуней довольны и счастливы. Мы всё больше покупаем шампунь, всё чаще моем голову, и их прибыль только растёт. Ещё более страшный побочный эффект это тот, что содиум лаурилсульфат проникает через кожу в кровь и накапливается в почках и печени. Также СЛС образовывает канцерогенные диоксины, которые отрицательно влияют на наследственность и могут вызвать рост числа раковых клеток. А в клинических исследованиях содиум лаурилсульфат используют в качестве раздражителя, после нанесения которого наблюдают за заживляющим действием тестированного препарата. Особую опасность лаурилсульфат натрия представляет для иммунной системы, так как имеет свойство накапливаться в организме, тем самым повышая свою концентрацию и понижая естественные защитные функции организма. Ни ещё не всё потеряно, и мы можем оградить себя и своих близких от вреда СЛС, покупая косметику на натуральных пенообразователях, то есть органическую косметику. Содиум лаурилсульфат Содиум лаурилсульфат – это менее агрессивная альтернатива содиум лаурилсульфата, но она также способна проникать в кровь человека. Она практически не выводится печенью, а последствия проникновения этого ингредиента просто более продолжительны во времени. Моё личное мнение состоит в том, что на здоровье лучше не экономить, и иногда заплатить немного больше, но зато остаться в безопасности. На этом всё, с вами была Юля. Обязательно напишите в комментариях, про какие добавки вы бы хотели послушать, и обязательно сделаю вам такое видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!